Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Многие из нас понимают, что как-то не очень хорошо живем, и что надо что-то менять, что с деньгами постоянные проблемы, надо как-то это изменить, но с чего начать, многие не знают. Сегодня я хочу поговорить именно об этом. Смотрите, мы все живем в обществе, и общество, оно большое, но у каждого из нас есть свой круг общения. Что это за круг общения? Мы выбираем, мы общаемся с теми людьми, с которыми нам удобно, с которыми нам интересно общаться, с которыми у нас общие интересы, которые нас понимают, и мы можем рассказать, мы свободно себя чувствуем с ними. И они просто наши такие, родные из нашего круга, они такие же, как и мы. И все хорошо. Но давайте вспомним, о чем разговаривают люди обычно, когда собираются в компании. Очень часто мы слышим, что кто-то делится своими бедами, проблемами. Что, ой, блин, вот такая вот сейчас непруха, денег не хватает, да и вообще их не хватает. И начинают описывать свои проблемы. И мы часто начинаем описывать свои проблемы. И когда мы это делаем, то что мы встречаем? Мы встречаем понимание, конечно. Потому что эти люди такие же, как и мы. И они говорят, слушай, как я тебя понимаю. Ох, как я тебя понимаю. Ой, а у меня-то как. И начинают рассказывать, как плохо тоже живется. Вот, ему. А третий подхватывает. А мне-то как. Ох, ох, ох. Вот, ну, какие проблемы там. Дети играли, так сказать, на улице, разбили стекло. Блин, до зарплаты не могу дотянуть. А тут стекло разбили. И еще больше, значит, задницы, денег. И так-то не было. А тут вот оно еще. Тут штраф какой-то, так сказать, принесли. Там дверь поцарапали. Женщина, значит, только купила туфли новые. Одела, а не попали в щели каблук. Хряс и все. Ни туфлей, ни денег. Так обидно, да. Ой, как я тебя понимаю. А я-то вот платье купила. И раз, ближайший, скажем, в первый же день загвоздь зацепила. Какая беда. Вот, такие разговоры. Вы, наверное, часто это слышали. И смотрите, что происходит в результате. Мы вроде поделились со своими друзьями, со своими знакомыми теми проблемами, которые есть. И они понимают нас. Нам вроде бы стало легче. Но проблема-то от этого не решилась. Она осталась. Денег как не было, так и нет. Поэтому первое, что надо сделать, когда вы понимаете, что надо что-то менять в своей жизни к лучшему, это менять круг своего общения. Начинать именно с этого. И надо пытаться искать тех людей, у которых не так много проблем, как у вас, которые живут лучше, которые более успешны, чем вы. Ищите таких людей. Стремитесь быть в их обществе. И когда вы попадаете в такую компанию, где люди более успешные, ни в коем случае не делитесь с ними своими проблемами. Слушайте, что они говорят. Вникайте. Настраивайтесь на это дело. И сейчас я поясню на примере, на своей личной жизни, как я это делал в начале 90-х годов. В начале 90-х годов я был научный сотрудник. И мы, когда приходили на работу в НИИ свой, мы до обеда час пили чай, после обеда час пили чай, такие посиделки. И там кто-то про дачу рассказывает, кто-то еще что-то, как жить там. Ну и вот, ну как обычно, делимся своими проблемами. И какое-то болото. Вот я чувствую, что, блин, душно мне. Вот. И когда я решил, что, ну, все, значит, там, наука не финансируется, перспектив, в общем-то, никаких, что я решил, надо пробовать заниматься бизнесом. Вы знаете, что я сделал? Я пошел и стал искать работу где-то, кто у меня возьмет вот фирму, но главное условие для меня было то, что надо устроиться в такую компанию, где вот здание такое, и там много-много фирмочек натыкано. Вот много-много-много. То есть не где-то отдельно, а вот много. И чтобы там были успешные люди. Я это понимал, ну, вот как-то так вот интуитивно. И я думаю, так, надо внедриться в эту среду просто, вот, тех, кто занимается бизнесом, и просто вот так вот ловить вот эти вот флюиды, значит, там, как они думают, образ их мыслей перенять, потому что они думают иначе, настроиться на их волну и искать, искать вот эти идеи для бизнеса. У меня в голове уже вбито было, вот у меня есть видео, оно одно из самых популярных, как из 100 рублей сделать 260 тысяч за месяц. На самом деле это видео про сложные проценты. Если вы не смотрели, еще посмотрите. Там про сложные проценты. У меня это было вбито. Там шкатулочка такая, которая раз-раз, и, значит, она волшебная. Так вот, эта шкатулочка, это схема бизнеса. Надо просто было найти бизнес-схему, которая подойдет мне. И я, значит, вот ходил, и, значит, когда кто-то рассказывал про какие-то бизнес-идеи, я вот так вот, так, вот, и слушал, слушал, слушал. Ничего не говорил. Я заинтересованно спрашивал. Давай, расскажи, мне это интересно. Ну, и люди, конечно, когда люди видят, что у кого-то неподдельный интерес, они с удовольствием всегда делятся своими успехами, потому что, ну, это радует. Вот, вот именно так надо и поступать. И я начал вот, ну, во-первых, воспринимать вот это, вот это вот, ну, 90-е, вот так я попал к шефу, кстати. Вот, это была страховая компания. Мне было неважно, что это будет. Вот, я просто вот хотел туда. Вот, и я воспринимал вот эти идеи, мне они, так сказать, ну, там кто-то в разговорах рассказывал, кто как зарабатывает там. И, ну, часть идей я просто, ну, так сказать, многие там раз отметаю. Вот там, ну, кто-то, так сказать, ну, элементарная какая-то торговля. Там поехал на оптовой базе, купил, здесь продаешь на рынке. Ну, скучно, неинтересно, тривиально этим занимаются все. И я понимал, что здесь будет конкуренция бешеная. Ну, зачем оно вот это вот там друг друга давить? Неинтересно. Вот, что там еще? Ну, какие-то вот элементарные вещи. Такие нет. Мне хотелось вот что-то интересного и необычного. И в начале идеи, которые, значит, мне рассказывали, они были очень интересные, очень захватывающие, но криминальные. И я их отметал сразу, потому что вот одно из главных условий, идея бизнеса должна быть не криминальная. Там были потрясающие, так сказать, выдумщики, но они все плохо кончили. Кто-то исчез через два месяца, кто-то исчез через полгода, кто-то исчез потом. Но они исчезали бесследно. Ну, тогда время было такое. Скорее всего, их убивали. Вот. Но я искал не криминальные способы. И вы знаете, буквально спустя год, после того, как я туда ушел, у меня кардинально поменялась жизнь. То есть через год я уже ехал в Париж за своей машиной. Мы улучшали свои же личные условия, и все было чики-брики. Но это уже история для другого видео, поэтому сейчас вывод. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, найдите людей, которые это уже сделали, и пытайтесь быть в тех компаниях, в которых они присутствуют, где они рассказывают своим опытом, и ни в коем случае не делитесь своими проблемами. Когда вы делитесь своими проблемами, то вы делитесь своими проблемами. Когда люди, они нахрен никому не нужны. У людей у всех есть проблемы. У каждого. Когда люди делятся своими успехами, то они делятся своими успехами. И успешные люди делятся своими успехами. Вводите в круг своего общения успешных людей. Как у меня получилось это, как я добился успеха в 90-е годы, в начале, это тема, сюжет для следующего видео. На сегодня, я думаю, все. Оставайтесь на моем канале, чтобы не пропустить следующие видео. Я буду рассказывать про этих идеях. И что я хочу сказать в заключении. Смотрите, то, что я сказал. Ищите новые идеи, ищите людей, которые делятся своим успехом. А вы уже это делаете. Вы уже на моем канале. Я делюсь своими успехами. Я рассказываю о том, что делал я для того, чтобы помочь вам. То есть первый шаг вы уже сделали. Оставайтесь на моем канале, делитесь своими успехами. Если вы смотрите мой канал, пожалуйста, и вы какие-то успехи у вас есть, делитесь своими успехами в комментариях. И ни в коем случае не надо делиться своими проблемами. Они нахрен никому не нужны. Более того, когда есть нытики какие-то, которые вот настаивают, там все плохо, все дерьмо, я их просто удаляю к чертовой матери. Не нужны они мне. Не нужны мне нытики. Мне нужны успешные люди. Я хочу окружить себя, ребята, успешными людьми. Мне с вами интересно. С нытиками мне неинтересно. Я уже был с ними. Я не хочу больше туда. Итак, оставайтесь на моем канале. Давайте вместе будем успешными. Делитесь успехами. До встречи.